Здарова бойцы, с вами как всегда Пламбер и сегодня новостной видосик нового сезона игры Call of Duty Mobile. Ну а прежде чем начать, я бы хотел поблагодарить всех участников моего турнира, а также выделить всех тех, кто принимал активное участие в организации данного мероприятия. А именно ютуб каналы моих хороших друзей и знакомых, таких как Джейков Шоу, Фестиваль, Атом, Райс, Рыжик Ютуб. Все ссылки вы найдете в описании, обязательно подписывайтесь и передавайте привет от Пламбера. Также друзья в описании я оставлю ссылки на игровую валюту, где мне сделали очень хорошую скидку. Я считаю у них самая низкая цена из всех по игровой валюте, друзья. Так что обязательно передайте им тоже привет и заказывайте валюту. Я рекомендую, проверил, помогли. Ну что ж, вроде бы за всех сказал, но естественно забыл о себе напомнить. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы участвовать в данных турнирах. А также на нашу группу ВКонтакте, все ссылки вы увидите в описании. Ну, мы начинаем. Вот такой вот тизер 10 сезона. Но мы давайте поговорим о боевом пропуске, а потом о всех новых персонажей, которых добавят в 10 сезоне. Итак, в платном боевом пропуске мы увидим новых эпических персонажей. Таких как Мара Валькирия, Макара в джунгли, Мейс Надгробия, Аутрайдер Амазонка. Новые эпические чертежи на оружие. На новый дробовик у нас будет чертеж глаза демона. Потом на GKS будет чертеж наследник. На ЛК-24 глубина. На XPR-50 у нас будет оранхнофобия. Ну и РПД платоядный. Потом новое эпическое оружие в стиле родословный. И новая легендарная визитная карточка Роковое влечение. В бесплатном боевом пропуске мы увидим новый дробовик Эхо. Это дробовик повышенной мощности со средней скорострельностью. Идеальное оружие для интенсивного и постоянного ближнего боя. Потом новый навык оперативника Эквалайзер. Это сдвоенные интегрированные пулеметы со встроенными глушителями для ближнего боя. Вот такие вот дела, друзья. Потом награды из событий. Это новый перк Высокая тревога. Экран мигает, когда вас замечают противники, находящиеся вне поля зрения. По сетевой игре новый режим Хардкор. Это более интенсивный многопользовательский режим, где нет нижней полосы здоровья, нет регенерации здоровья, нет повтора смерти. Где можно стрелять по своим, но получите за это бан, друзья. Доступно в режимах командный бой, захват точек, убийство подтверждено и превосходство. На картах Краш, Саммит, Кроссфайр и не только. Потом новый игровой режим Штаб, где можно захватывать и удерживать штабы, чтобы заработать очки. Нет возрождения при обороне штаба. Доступно на карте Краш, Терминал, Стендорд, Саммит, Кроссфайр и другие. Потом новые карты, друзья. Новая многопользовательская карта Терминал. Доступно в режимах командный бой, превосходство, найти и уничтожить, опорный пункт, командный бой, 10 на 10, превосходство, 10 на 10 и другие. Карта Терминал будет добавлена в ротацию карт в рейтинговом режиме, а именно для режимов опорный пункт и найти и уничтожить. Потом новая многопользовательская карта Пайн. Доступно в режиме Дуэль 1 на 1 и Огневой контакт. По королевской битве новый класс хакер. Взломайте мини карту врага, чтобы на короткое время скрыть свои позиции. Также класс может уничтожить большинство вражеских устройств и не дать противнику использовать свой навык. Вы не восприимчивы к способностях других хакеров. Потом улучшение и оптимизация. В королевской битве теперь чертежи без прицелов. Прицелы оптику можно подобрать и установить. Прицелы на своем чертеже поменять нельзя. Кнопка далее будет отображаться на странице сводки опыта и прогресса событий. Это сделано для того, чтобы игрок мог пропустить все анимированные обновления. Также исправлена ошибка, из-за которой выстрелы из снайперской винтовки иногда не регистрировались как попадание. Вот такие все изменения будут у нас в обновлении, друзья. Ну а теперь давайте посмотрим, каких же персонажей мы увидим в 10 сезоне. За вход в игру мы получим вот такого персонажа. Также, друзья, разработчикам понравилась идея, где мы завоем им всякие территории. И мы также будем в этом сезоне все это делать и получим вот такого гринча. Далее, возможно, в рулетке мы сможем получить вот такого вот бойца. И в ближайшее время в игру будут добавлены вот такие персонажи. Это Майк Харпер, Фрэнк Вудс, Маэстас, Дмитрий Петренко, Брюс Харрис, Азиз, Никита Драгович, Свифт и Коммандос. Так что, друзья, ожидаем 10 сезона. Ну а с вами был, как всегда, Пламбер. Все ссылки на источники я укажу в описании. Всем крепкого здоровья и до новых встреч, друзья!